Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами самым вкусным рецептом маринования любой красной рыбы. Этот рецепт подойдет и для лосося, и для форели, и для горбуши. В общем, это идеальный вариант для любой красной рыбы. Особенно сейчас очень выгодно купить целую тушку. Небольшую, пускай она будет небольшая. Я вот купила тушку на 1,8 кг. Она у меня по акции вышла на 250 гривен. И с нее получится очень много разного филе, которое я буду использовать и в салаты, и в канапе, на бутербродике. В общем, дерзайте, это очень просто. Подрезаем под перышко, для того, чтобы филировать нашу рыбку. И обводим вокруг головы наискосочек. Подрезаем немножечко хребет. Переворачиваем и точно так же подрезаем под перышко. Доводим до хребта и отрезаем голову. Ни голову, ни хребет, ни хвост я выбрасывать, конечно же, не буду. И сварю прекраснейший супчик из лосося. Это будет просто очень вкусно и замечательно. Конечно же, удалите жабры. И потом оббираю мяско и прекраснейший супчик получается. Для того, чтобы снять филе, можно его снимать сразу вместе с косточками, можно без. Как вам удобнее. Я снимаю верхнюю часть обычно сразу с косточками, с ребрышками. Подрезаю вдоль хребта. И на стыке, где хрящики, косточки, ребер, соединение с хребтом, как бы срезаю их. Мне потом удобнее обрезать ребрышки. И проводим до самого хвостика. И вот такое у нас сразу получается филешко, которое нужно еще немножечко доработать. С него нужно аккуратненько срезать ребрышки и пинцетом на спинке удалить несколько косточек. Их там буквально 10-20 штучек. Это очень просто делается. И получается идеальное филе. Также я обрезаю часть животика. Он жирненький, тоненький, как бы некрасиво смотрится на бутербродах. Поэтому пузико вот это я убираю. И потом отдельно его тоже мариную. У меня муж прекрасно его просто так скушает. Саму филешку я обычно делю на 3-4 части. В зависимости от размера и от того, что мне нужно, куда оно пойдет. Половину рыбы я буду мариновать обязательно на шкурке. А половину буду мариновать без шкурки. Со шкурки она снимается очень просто и быстро. Буквально вот тут нужно поддеть под хвостиком. И проводим слегка наклонив ножик в сторону шкуры. Шкурка толстая у них, она не прорезается практически. И вот так проводим и срезаем филешку. Там, где я буду мариновать без шкуры, это у меня пойдет на салаты. Просто, чтобы удобнее потом резать. Конечно же промываем и высушиваем бумажным полотенцем. И уже можно будет мариновать. Для маринада я использую состав 1 к 2. На 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара. Больше для этой рыбки ничего не нужно. Она получится идеально. Если вы будете добавлять какие-то специи, привкус получается совсем не той уже красной рыбки, которую вы хотите получить. А так она получится идеально. Вторую часть я, конечно же, буду мариновать на шкурке. Там, где мы маринуем на шкурке, там намного удобнее и красивее потом нарезать на красивенькие и тоненькие слайсы. По капельке немножечко капаю растительного масла без запаха обязательно на саму рыбку, для того, чтобы не обжигать ее солью с сахаром. И затем хорошенечко присыпаю солью с сахаром. Его не должно быть очень сильно много. Чтобы рыбка у вас была именно такая, как нужно, слой должен быть не сильно забитым. Посмотрите, сейчас вы увидите нужное количество. И рыбка получается идеальная. В принципе, эта рыбка будет готова уже через 4-6 часов, но самый лучший вариант оставить ее на сутки. Она тогда промаринуется у вас полностью. Можно положить просто на тарелочку и сверху затянуть пленкой, чтобы она не обветривалась во время маринования. А можно вот так вот красивенько завернуть в пергамент. Пергамент еще впитает у нас лишнюю жидкость, которую вытянет соль с нашей рыбки. И оставляем в холодильнике мариноваться. Я оставляю на сутки. После того, как прошли сутки, получается нереально просто очень вкусная рыбка. Она ведь свежайшая. Вы купили и сами знаете, сколько этой рыбки времени. То, что я говорила. Со шкурки удобнее всего срезать именно тоненькие слайсики. Можно было не мариновать и делать как с сашими. Вы видите, вы срезаете и срезаете как бы со шкурки потом отдельно. Так ваши тоненькие получатся слайсики. Вот такие очень красивые и ровненькие. В общем, с наступающими вас праздниками. Это очень вкусный рецепт маринования. И самый-самый простой. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok